Добрый вечер! Да, действительно, лекция про материалы и медицину. Вообще, как вы думаете, человечество давно стало задумываться о том, что материалы как-то очень нужны в медицине? Да, когда? Зубы, а когда начали зубы делать? Не знаю, Древний Египет. Вот, Древний Египет — это отличный ответ. Но самое такое древнее, что откопали, это были не зубы, это были... Что-то должно работать. Что-то должно работать. Это были пальцы. Один из самых древних протезов, внешних протезов, который был сделан в Древней Египте, это протез пальца. Но, в принципе, всё, что тогда делалось, это просто, чтобы хоть как-то возмещать потерянную конечность, потерянный участок тела. А никто не задумывался о том, насколько материал должен быть лёгкий, насколько он должен быть хорошо приживаемый и так далее. Но со временем протезы становились всё сложнее и сложнее, и человечество стало всё-таки задумываться о том, насколько важны материалы в человеческом теле. Ну и в 20 веке стал просто быть такой бум на различные материалы, которые стали применяться в медицине. Но подход 20 века — это такой очень традиционный подход, подход создания новых материалов путём их смешения, создания композиционных материалов. Ну, понятно, что есть, например, металлы, они прочные, они могут использоваться для каких-то нагруженных конструкций, для протезов, имплантатов, костей. Есть полимеры, у них функциональные свойства, есть керамика. Если как-то их смешать, что-то сделать, можно получить композиционные материалы. Но это такой традиционный подход 20 века. Что же сейчас? Сейчас, в последние лет 10, развивается такой мощнейший тренд создания биомиметических материалов. Что такое биомиметика? Это имитирование чего? Да, биологических объектов, каких-то природных объектов. И, в принципе, сейчас уже существуют технологии, чтобы получать искусственные синтетические мышцы, искусственные кости, которые из таких синтетических материалов, которые прямо похожи на кость, хрящи суставов и так далее. И всё это стало возможно благодаря развитию современных технологий, таких как 3D-печать, это различные методы электроспиннингования, обработки в циркетических средах и так далее. То есть можно на разных размерных уровнях, нано, микро, макро, повторять природные объекты. Например, хотим сделать настоящую кость, мы можем повторить настоящую кость, начиная с наноуровня до уже макроуровня. Ну и, наверное, самое такое первое широкое направление, где стали развиваться различные новые материалы для медицины, это эндопротезирование суставов. Это, наверное, второе по широте использование материалов для медицины направление, потому что эндопротезирование суставов – это сотни тысяч случаев в год в США только, и там около сотни в России и так далее. По миру это около миллиона. Ну, это второе направление после стоматологии, где развиваются так обильно материалы. В чем проблема эндопротезирования? Сустав – это наш такой природный шарнир, подшипник. А что получается, если мы, допустим, ездим долго там на каком-то велосипеде, на автомобиле, и что-то происходит с трущимися частями? Они изнашиваются, но вот хрящ, природный хрящ, он такой, что изнашивается и уже необратимый. У него нет таких свойств, как у кости, чтобы быстро восстанавливать себя. У него способность к регенерации очень сильно затруднена. Поэтому, если уж совсем износился сустав, то приходится прибегать к тотальному эндопротезированию сустава. То есть убирается полностью внешняя часть, где хоть остались немножко кусочки хрящей, и заменяется на искусственный материал. Чаще всего используются пары трения керамика-полимера, либо полимер-металл. И вот, как вы думаете, что общего между эндопротезом сустава и искусственным катком? Они не замораживаются. Они искусственные. Это все один и тот же материал. Это полиэтилен. Но, соответственно, есть вопрос. А как же так можно использовать полиэтилен, такой вроде бы непрочный материал, который рвется при каждой покупке, большой, в таком ответственном деле, как эндопротезирование суставов? А на самом деле можно. Как же все-таки сделать полиэтилен прочный? Полиэтилен — это один из важнейших материалов в медицине. Вот химию, я думаю, более-менее все знают. Ну, хотелось бы знать. Окей. Полимер и полиэтилен — это длинные-длинные макромолекулы. Можно представить, что это такие длинные ниточки. И вот если ниточки очень длинные, то они могут сами запутаться. Вот, не знаю, до эпохи AirPods все носили проводные наушники, и когда их клали в карман, они запутывались. А почему? Потому что они длинные, они самозапутываются. И вот то же самое с длинными молекулами в полиэтилене. Чем они длинны, длиннее эти молекулы, тем больше они запутываются, и тем сложнее их распутать. А чем сложнее распутать, тем более прочный этот материал. И вот такие молекулы, которые очень-очень длинные, очень-очень запутанные в таком полиэтилене, это называется сверхвысокомолекулярный полиэтилен. То есть это такой химический, обычный полиэтилен, но с очень-очень длинными молекулами. Сейчас это самый популярный материал для эндопротезирования. И, в принципе, в России делается более 80 тысяч операций в год, но проблема в том, что около 10% — это ревизионные операции. То есть все-таки что-то происходит с этим эндопротезом, с этим вроде бы хорошим материалом. А что он? Он тоже изнашивается. И вот так вот выглядит процесс износа. После износа частицы попадают обратно в зону трения и вызывают еще больший износ. Это то же самое, если проехаться по песочку на велосипеде, потом не помыть колеса, а песок попал куда-нибудь, и все, идет такой тотальный износ. Вот то же самое с эндопротезами суставов. Вот так это выглядит. Вначале начинает расти трещина, потом откалывается кусочек, еще кусочек, и уже полностью разрушается протез. И срок службы эндопротеза обычно 10-15 лет. Чтобы улучшить свойства, что же нужно сделать? Вот представьте себе опять молекулы полиэтилена. Они длинные. А что нужно сделать, чтобы они относительно друг друга не расходились? Ну, представим, что это очень длинные молекулы. И они уже вроде как запутались. Сшить. Да, поперечные сшивки. И вот это называется сверхшитый, сверхвысокомолекулярный полиэтилен. Он действительно обладает уже лучшей износостойкостью, но это все-таки еще не совершенство. Как мы знаем, в организме у нас что изнашивается? Хрящ. Например, вот гиалиновый хрящ. Но хрящ по своей структуре не очень-то похож на полиэтилен. А что нам говорит биомеметика? Что если мы сделаем что-то похожее на хрящ, то это будет вроде бы классно работать. И действительно. Как вы видите, вот, например, внешние слои хряща, они такие вот ориентированные вдоль плоскости. И, в принципе, действительно, если ориентировать макромолекулы в синтетическом материале вдоль области трения, то существенно улучшаются свойства этого материала, и он еще лучше служит в организме человека. И вот мы разработали как раз вот такой эндопротез, который служит больше 15 лет. Вот он так выглядит. Это вот он настоящий. Так, как и на картинке. Можно видеть на фотографии микроструктуру такого протеза. Служит больше 15 лет. У него колоссально низкое трение. Вот видите, 5 сотых – это сухое трение. Ну, трение все хотя бы в школе по физике проходили. Вот что у нас хорошо трется? Что такое скользкое? Лед. А помните, я говорил, что в эндопротезах применяется такой же полиэтилен, как в искусственных катках? И вот помните, на Евровидении когда-то кто-то катался, Плющенко, да, там, вокруг Билана? Вот. Они же, естественно, не настоящий лед туда выкатили. Это искусственный лед. И, в принципе, искусственный лед, сверхвысокомолекулярный полиэтилен, он и стоит во всяких различных там торговых центрах, там все катаются, там же тепло. Но это искусственный материал, это сверхвысокомолекулярный полиэтилен. Окей. Но биометически различные материалы можно применять не только в эндопротезировании для замещения хрящей, суставов, ну и вот, например, для замещения костей. Кость – это такой, как вы знаете, не очень однородный тоже материал. И сейчас все существующие на рынке протезы, они не очень-то оригинальны. Есть различные там штифты, скобочки, пластины для остеосинтеза, такие достаточно крупные имплантаты, но они не повторяют структуру кости. А если они не повторяют структуру кости, значит, они не выполняют функции кости. Соответственно, идеальный имплантат, костный имплантат, должен, во-первых, повторять структуру костной ткани. А костная ткань, она какая? Есть внешний слой, сплошной, прочный, который несет нагрузку. Это кортикальная кость. Внутри есть пористый слой, такой губчатый, тробикулярная кость. Как раз он участвует в передаче питательных веществ. Там проходит и костный мозг, кровеносные сосуды. Вот это все. То есть у каждого слоя своя функция. То же надо сделать в искусственном материале, в искусственном имплантате. Нужно, чтобы имплантат не отторгался, был совместимым, чтобы он был биоактивным, чтобы он индуцировал специфические реакции внутри организма. И главное, чтобы после установки этого имплантата не было инфицирования. А в принципе есть такая печальная статистика и на Россию, и вообще на весь мир, что около 20% операций заканчиваются присоединением инфекций. Тяжелее, легче, но тем не менее есть присоединение инфекции. И вот с этим надо бороться. Что же вообще можно делать? Можно брать все тот же самый, например, сверхвысокомолекулярный полиэтилен и путем, тут как раз материаловеды должны думать, специфических обработок создать такую структуру, как натуральные кости. И вот вы видите, на слайде как раз и видно, есть один и тот же полиэтилен, у него есть внешние слои сплошные, внутренний слой пористый, и он очень похож на натуральную кость. Вот справа в фотографии это натуральная губчатая кость, слева это вот этот наш разработанный полимерный имплантат. И этот имплантат имеет специальную шероховатость, чтобы клетки, которые приходят из организма после установки имплантата, адгизировали на поверхности. А если клеточка на поверхности имплантата задержалась, прицепилась, она уже может дальше пролиферировать, дифференцировать и так далее. Понеслась и идет более ускоренная остеоинтеграция, то есть интеграция материала имплантата с организмом. Это первое, что нужно сделать. Важно, чтобы, как я говорил, имплантат повторял еще микроструктуру кости. А кость, она, как я говорил, например, пористый губчатый слой, он состоит из различных отверстий, пор. И эти отверстия, они имеют специфические размеры, потому что в организме человека есть клетки, они имеют определенный размер, они должны проникать в этот имплантат свободно. Есть кровеносные сосуды, они имеют другие размеры, они тоже должны прорастать туда и так далее. И вот надо выдерживать вот эти специфические размеры, потому что есть исследования, которые показывают, что в зависимости от того, похож материал на кость с точки зрения размера пор, с точки зрения шероховатости. И вот если он похож, то вот такая ткань будет расти. То есть туда клетки и будут дифференцировать, в такую ткань. То есть если мы хотим, чтобы росла кость, надо создать такие условия, сделать такой имплантат, который именно будет как кость. Важно, чтобы имплантат был такой же, как кость и по механическим характеристикам, но при этом, чтобы он не только выдерживал нагрузку, но и, например, мог работать после сильных ударов. Вот справа вы видите запись падения груза на вот такой полиэтиленовый сэндвич, который имитирует кость, запись 30 тысяч кадров в секунду. После удара он моментально распрямляется, и никаких трещин не образуется. Ну и, естественно, важно, чтобы он приживался. Для этого, как я уже говорил, создается специфическая структура. И вот видно картинка до имплантации, и после имплантации есть места неоостеогенеза, то есть образование костной ткани прямо внутри имплантата. Но не всё можно вот такими вот имплантатами зарастить. Если, например, человек сломал большой участок кости, его нет, тогда полиэтилен уже нельзя поставить, полиэтилен всё-таки такая гибкая штука. Тогда используются гибриды. Гибриды — это, например, соединение полимера и металла. Металлы, они очень прочные. Ну, например, титан, он имеет хорошую прочность, и тогда можно соединять полимер с металлом, создавая разные слои. Слой титана имитирует кортикальную кость, слой полиэтилена имитирует губчатую кость. Вот так это выглядит. Вот это небольшой имплантат. А вот на этом кадре показана как раз операция, которую мы проводили в том году в ветеринарной клинике. У собаки была остеосаркома 11 сантиметров. После удаления кости, чтобы сохранить лапу, не делать ампутацию, вот к нам обратились хирурги, и мы, это буквально было очень-очень жестко, мы за где-то 10, чуть больше дней с нуля изготовили имплантат как раз по рентгену для конкретной данной собаки. Вот так вот это все выглядит. Ну вот, помните, я говорил еще, что есть такая проблема, 20% операций могут заканчиваться присоединением инфекции. Как с этим бороться? Ну, можно обкалывать место, например, антибиотиками. Окей, но антибиотик, это же будет действовать целиком на все. И это не очень хорошо. Значит, надо как-то локально, может быть, помазать антибиотиком имплантат. Тоже может быть плохо, потому что антибиотик это прямо сразу может с поверхности смыться. Для этого есть, сейчас развивается, крутейшая технология называется импрегнация с помощью сверхкритических сред. Нет, что это такое? Сверхкритические флюиды. Вообще, звучит вот так очень стрёмно, но по факту это очень такая простая технология. Все вы знаете, вот, например, есть там три основных состояния воды. Лед, вода, газ. Ну, из физики, наверное, помните, да? И вот, если же всё же воду нагреть, ну, выше 100 градусов, но при этом повысить очень сильно давление, вот тогда вода станет чем-то средним между газом и жидкостью. И вот это называется сверхкритический флюид. Он совмещает в себе свойства как и газа, так и жидкости. Вот это так выглядит. Вот на примере углекислого газа он тоже может переходить в сверхкритическое состояние, причём при не очень большом давлении, 76 атмосфер, и температура всего 31 градус. Поэтому вот этот сверхкритический флюид очень активно используется в медицине, потому что при этой температуре 31 градус ничего особенно живое нельзя повредить. Вот, например, вы знаете, ну, кто-нибудь пьёт кофе декофенизированный? Ну, и не надо. Как делается декофенизированный кофе? То есть не всем можно пить кофе из-за того, что там содержится кофеин. Берутся просто зёрна, запускается в резервуар углекислый газ в виде газа, повышается давление, он становится флюидом, а когда он флюид, он может всё растворять, забирать кофеин из зёрен, и когда сбрасывают давление, он вновь становится газом, улетучивается, и лежат две горсточки. Отдельно кофеин, отдельно зёрна. И вот этот кофеин можно использовать для создания различных лекарств, в том числе для людей с проблемами с сердцем, и, в принципе, так оно и делается. Это популярная технология. Можно делать экстракцию каких-нибудь питательных веществ из, там, не знаю, огурцов, помидоров, не знаю, из чего угодно. Это всё та же самая технология, потому что вот эти флюиды, они не повреждают такие вот хорошие вещества с хорошими качествами, можно много чего лечить. Окей, таким же образом, это уже бонусом, например, сушится древесина. Какие-нибудь крутые породы дерева, их нельзя просто взять и высушить. Просто испортится древесина. Тогда применяют сверхотические среды, и заходит флюид, вынимает влагу, улетучивается, всё хорошо, и остаётся классная древесина с хорошим цветом и всё такое. Ну, таким образом, можно не только что-то вынимать, но и вгонять. Например, антибиотики. Вот антибиотики можно вгонять непосредственно в имплантаты, даже в непористые. Как я уже говорил, флюид очень хорошо везде проникает, он может проникать в твёрдые тела и запихивать туда, например, антибиотик. Ещё одно крутое направление в материаловедении, которое развивается в биоматериаловедении, это биорезервируемые материалы. То есть это, ну, такой сейчас дикий тренд, всё био, всё должно быть экологическое. Ну, и вот есть материалы, которые могут разлагаться на безвредные составляющие. И эти материалы часто делают либо из растительных каких-то компонентов, например, кукуруза, пшеница, либо синтезируют с помощью бактерий. Ну, если прям совсем примитивно говорить, бактерии кормят всяким делом, бактерии в результате своей жизнедеятельности что-то производят, и вот это является биорезервируемым полимером, такие какашки бактерий. И вот это всё как раз можно использовать для создания биорезервируемых материалов, например, для имплантатов. Если вот такая проблема, например, в детской челюстной хирургии, что у детей скелет активно растёт, развивается, и если поставили какой-то имплантат титановый, то его придётся через время какое-то менять, ставить чуть больше размером и так далее. То есть сделать ряд операций. Но можно использовать биорезервируемые материалы, которые в процессе жизнедеятельности человека будут разлагаться на безвредные компоненты, уходить из организма. Например, полилактит разлагается на молочную кислоту, а молочная кислота и так присутствует в организме человека. И полимеры разлагаются, уходят, а на их месте может вырастать своя собственная кость. Вот так это выглядит на примере, например, мышек. Слева картинка то, что было имплантировано в кость, а потом справа то, как уже ушёл сам материал имплантата и выросла своя собственная кость. Это сейчас можно применять, например, и для челюстной лицевой хирургии, для зубных протезов, которые укрепляют зуб перед имплантацией. При этом надо в такие материалы, которые биорезервируемые, добавлять специальные компоненты, которые будут, пока кость наращивается, пока уходит материал имплантата, они будут помогать этой кости всё больше и больше расти. А как вы думаете, что такое важное у нас нужно для роста костей? Какие химические элементы? Кальций. Что ещё? Фосфор. Кальцифосфатные соединения — это есть основа нашей костной ткани, минеральная составляющая. Это называется гидроксиапатит. Это выглядит вот так, вот этот белый порошочек. Ничего не подумайте, это гидроксиапатит. Но стоит он, наверное, так же, как о том, о чём мы подумали. Это довольно дорогая штука. Это нано-порошок гидроксиапатита. И как раз из таких наностерженьков состоит наша костная ткань. И вот можно брать этот гидроксиапатит, вводить его в биорезервированные полимеры, и пока полимер разлагается, выходит на поверхность гидроксиапатит, и он как раз может использоваться для построения костной ткани. Ну, скажем, такие кирпичики для построения новой кости. Ещё важнейший тренд в биоматериаловедении – это индивидуализированные импланты. Имплантаты, правильно говорить. И под индивидуализированными имплантатами подразумевается совмещение технологий 3D-печати и создание клеточно-инженерных либо тканей инженерных конструкций. Расскажу подробнее. Вот, например, поступил человек, у которого есть сильное ранение черепа. Есть дефект. Этот дефект можно сосканировать с помощью, например, компьютерной томографии. Компьютерная томография – это просто рентген, но в 3D. Эту картинку перевести в обычную 3D-модель и на компьютере выстроить структуру, такую же, как вот этот дефект. То есть сделать такую затычку на этот дефект. Можно задать нужную пористость в этом материале тоже с помощью компьютера. А потом из разработанных материалов, например, из биорезорбированных материалов, о которых я говорил только что, можно напечатать с помощью 3D-принтера нужный имплантат. Причем тут лучше использовать уже клеточно-инженерные конструкции. Это самое такое, наиболее последнее в биоматериаловедении, что у нас сейчас происходит. Все-таки имплантация синтетически – это штука неживая. А нам надо сделать так, чтобы он как-то участвовал в интеграции с организмом человека. Что туда делается? Туда вводятся белки. Вот, например, это есть такие рекомбинантные морфогенетические белки, которые, как у человека, но они синтезированы были. Они вводятся в полимеры, вводятся туда клетки из костного мозга пациента. И вот эти клетки из костного мозга пациента, называются мезохимальные и стромальные клетки, они такие еще неопределившиеся. Они могут стать клетками костной ткани, жировая, хрящевая и так далее. Но в ту среду, в какую вы их поместите, то из них, собственно, и может вырасти. Это такие, скажем, школьники, которые вот куда поступят, то из них может вырасти. И вот эти такие клетки-школьники, они как раз и будут расти, например, в клетке костной ткани, если на них создать специальную среду, например, в виде белков. И вот пример как раз зарастания дефекта черепа в течение шести недель полностью был зарощен имплантат за счет вот такой сложной конструкции. А вот как это выглядит, как клетки сидят на таком имплантате. Они сидят не везде хорошо, надо, как я сказал, для них специальные условия создать, чтобы они сели. Вот в этом и задача материаловедов. Еще одно важнейшее направление в материаловедении, в медицине, это материалы и изделия с памятью формы. Кто-нибудь сталкивался с такими вот вещами? Память формы? Ну, кроме миссисовцев. Но я имею в виду не вот эти, которые там подушки с памятью формы, которые там в Икее продаются. Нет, это не то. Имеется тут другая память формы. Когда-то там в 48-м году советские металлурги Хандрос и Курдюмов предположили, что есть вот такие вот материалы, они говорили про металлы, которые могут восстанавливать свою форму даже после существенной пластической деформации. Что такое, например, упругая деформация? Вы взяли резинку, растянули, она обратно вернула свою форму. Это упругость. А есть пластическая деформация. Когда вы взяли, не знаю, проволочку, ее изогнули сильно, и все, она обратно уже не вернется. Произошла пластическая деформация. Но сказали, что нет, есть вот такие материалы, которые могут вернуть свою форму даже после пластической деформации. И вот в 62-м где-то году был изготовлен, запатентован материал, который называется нитинол, по первым буквам ни, никель, тит, титан. Нол — это лаборатория морской артериерии США, где был синтезирован этот материал. И вот этот нитинол, он как раз стал первым коммерчески успешным сплавом и применяется в медицине для создания, например, клипс, который могут пережимать кровеносные сосуды в ходе операции. Вот при одной температуре он раскрыт, а когда отогревается тепло человеческой руки, он закрывается, восстанавливая свою форму. И можно, в принципе, настраивать вот эту температуру, на которую будет реагировать материал. И вот в данном случае материал реагирует примерно на температуру 37 градусов, то есть на человеческое тело. Можно делать стенты, которые, если сосуд как-то закупорился, их в виде ниточки вставляют в кровеносный сосуд, ниточка чувствует температуру тела, сворачивается в спиральку и расширяет кровеносный сосуд, восстанавливая кровоток. Таким же образом устанавливаются некоторые ортодонтические скобы, крепежные штифты и так далее. То есть это технология, которая уже, в принципе, вошла в нашу жизнь, вошла в медицину. А вот это вот наша относительно недавняя разработка, полимер с памятью формы. Мы напечатали на 3D-принтере имплантат, сжали его и поместили в воду. И под действием температуры он начинает распрямляться, восстанавливая свою форму. Таким образом можно создавать самоустанавливающиеся имплантаты. То есть, например, делать небольшой разрез, небольшую дырочку, через нее вводить в сжатом состоянии имплантат, и в организме он уже будет разворачиваться, принимая необходимую, нужную, заранее заданную форму во времени еще 3D-печати. Сейчас созданы различные прототипы захватывающих устройств, типа таких вот эластичных роботов, которые реагируют на температуру. Есть биодеградируемые специальные такие стенты, которые запускаются в мочеточник, например, для захвата камней, различные фиксаторы на кости и так далее. Например, вот есть специальные такие скобы, которые после разреза могут сшивать кожу за счет как раз эффекта памяти формы, ну и такие вот различные устройства. Вот так вот, например, выглядит как раз то, что я говорил, наши китайские коллеги сделали самоустанавливающийся имплантат, поместили его в костный дефект, и он стал разворачиваться, принимая форму костного дефекта. Ну, еще одно прямо такое шикарнейшее направление в биоматериаловедении – это самозалечивающиеся материалы. Ну, в принципе, о самозалечивании уже давно люди мечтали. Например, там разбил любимую кружку, она, опа, обратно залечилась. В принципе, потенциально такое возможно. И вот тут как раз тоже все было подсмотрено у природы. Когда, например, вы порезались, кровеносный сосуд порезали, что происходит? Ну, кровь течет, постепенно вот это место пореза начинает организмом залечиваться. Правильно? Как это можно делать на синтетических материалах? Можно делать маленькие-маленькие шарики, такие микросферы, которые будут внутри себя содержать специальное залечивающее вещество. И вот эти маленькие-маленькие шарики можно помещать в материалы, либо делать маленькие-маленькие канальцы, как кровеносные сосуды. И они внутри себя тоже будут содержать вот это залечивающее вещество. И когда пошла трещина, когда начал трескаться материал, трещина натыкается на такой шарик, на такую сферу, сфера лопается, и из неё выходит залечивающее вещество, застывает, либо идёт химическая реакция, и трещина дальше уже не растёт. Есть вот такие примеры, например, разрезания, прям целиком разрезания двух кусков полимерных материалов, потом их друг к другу прислоняют, они срастаются через какое-то время, и всё, и даже потом уже не рвутся после растяжения. Можно другим ещё методом залечивать материалы за счёт как раз эффекта памяти формы. Вот это тоже наша недавняя работа. Нагружали имплантат циклический, в нём стала расти трещина. Потом имплантат, вот средняя картинка, это как выросла трещина. Имплантат нагрели, и трещина стала обратно зарастать. То есть потому что работает эффект памяти формы. Материал помнит, что когда-то он был тогда вот такой нетреснутый, и трещина начинает зарастать. Ещё одно такое забавное применение – это биолюминесцентные материалы. В принципе, люминесцентная бывает разная. За счёт трения, за счёт пропускания электрического тока, за счёт действия света и так далее. Есть и биолюминесцентные, вот различные насекомые тоже могут светиться. Есть, например, целая пещера светлячков в Новой Зеландии. Видите, как они ярко светятся. И вот, в принципе, можно использовать либо, например, природные белки. Вот, например, можно из медузы выделять специальный флюоресцентный белок и его помещать в живые организмы. Вот, например, справа такая достаточно криповая картинка свиньи, у которых светятся пятачки и конечности. Работа Тайваньского национального университета. В принципе, зачем это сделано? Кроме как для фана. Это всё можно использовать для, например, диагностики. Например, если где-то есть в крови, например, какие-то специфические белки, которые показывают, что есть там, например, раковая опухоль, можно заставлять эти белки цепляться к специальным частицам, например, на частицам, содержащим флюоресцентный белок, и потом проводить анализ и показывать, что, да, допустим, здесь они прицепились, эти белки, значит, в крови что-то есть. Причём можно использовать не только природные белки, можно использовать, например, квантовые точки. Квантовые точки — это такие маленькие наноразмерные кусочки полупроводников, металлов, которые, в принципе, тоже могут светиться при, например, воздействии ультрафиолета. Вот так, вот так. Есть множество различных вариантов квантовых точек. И, соответственно, всё это тоже можно использовать для либо мониторинга каких-то биологических процессов, если заставлять эти квантовые точки помещаться в клетки, либо проводить анализ, исследование бактерий, вирусов, собственно, такую диагностику, биоаналитику. Вот так это может красиво выглядеть с клеточками. И вот, например, это анализ клеток в организме мыши. Ещё одна такая мини, скажем, пока что только развивающаяся область в биоматериаловении — это стресс-чувствительные материалы. Когда-то давно, в 1948 году, был открыт такой метод, метод создания микропроводов, метод литовского Тейлора, за который потом в Литовске получил ещё Ленинскую премию. И этот метод позволяет делать тончайшие проводочки, которые меньше человеческого волоса. То есть вот справа можно видеть микропровод, в центре — человеческий волос. Разница в несколько раз. А как это выглядит вживое? Вот перед вами катушечка. Вот он, микропровод. Всем видно? Ну да, вряд ли видно, но, может быть, кто ближе сидит, тут на свету они немножко блестят. Да, 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 все блестят. Этот провод состоит из аморфной металлической жилы и покрыт стеклом. И вот эти микропровода, они тончайшие, это пару десятков микрон. И они интересны тем, что они очень тонко реагируют на совершенно небольшие изменения, небольшие деформации напряжения. Есть такое явление, называется гигантский магнитный импеданс. Вы об этом не думаете, но есть такое явление. Суть в том, что небольшие деформации в таком микропроводе, они влекут за собой существенные изменения магнитных характеристика этого провода. И вот таким образом его можно использовать как датчик. Если его крепить, например, в имплантат, то можно совершать такой дистанционный контроль. Если имплантат слишком, например, перенапряжен, это отражается на приклеенных туда вот этих микропроводочках, они изменяют свои магнитные характеристики. Значит, если поднести датчик к такому микропроводу, ну или к имплантату в организме человека, можно сдетектировать изменение сигнала. Значит, что-то в имплантате происходит. Еще пару тем, о которых я хотел сказать. Это сверхпрочные волокна. Помните, я говорил в начале лекции про полиэтилен? Ну, надеюсь, еще помните. Так вот, полиэтилен – это один из самых прочных материалов в мире. Ну, действительно так. Это действительно, они из самых прочных материалов в мире. Только за счет чего им можно сделать самым прочным? Вот помните, я говорил про вот эти всякие ниточки, ниточки-молекулы. Если они очень длинные, они запутанные, то вроде как материал прочный. Но, тем не менее. Допустим, возьмем клубочек нити. Я всегда с собой ношу клубочек нити. И тут нити все запутанные. Но, допустим, мы его потянем, этот клубочек. Нити начинают постепенно распутываться, распутываться, и могут разойтись. Причем здесь, в этом клубочке, я ни одну нить не порвал. Просто они постепенно распутываются под нагрузкой. Таким образом, что нужно сделать, чтобы материал порвать? Пришлось бы рвать каждую ниточку. Ну, а кроме как сшить? Сшить можно порвать эти связи химические. А связь с СЦ – это очень классная связь, в принципе. Кроме как сшить? Нити – выстроить все в одном направлении, чтобы все нити были в виде такой веревочки длинной. Ну, подсказка на слайде. И вот такие нити – это как раз волокна полиэтилена, сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Их используют для сшивания, например, позвонков, спинальной хирургии или фиксации суставов. И эти же нити можно использовать для создания искусственных мышц. Потому что в этом полиэтилене, которое я показал, есть эффект памяти формы. Вот был сделан такой прямоугольничек, такой прямоугольный параллепипед. Его сжали, подогрели, и он опять вернул свою форму. Таким образом, если делать из полиэтилена с памятью формы нити, а эти нити потом сворачивать вот в такие спиральки, получаются искусственные мышцы. Если такую спиральку греть, она начинает поднимать груз. Причем в данном случае ниточка вот эта поднимает груз, который в тысячу раз больше, чем ее собственная масса. В тысячу раз больше. Соответственно, вот эти искусственные мышцы, они имеют не только высокую прочность, но и могут работать как реальные настоящие мышцы. Вот мы делали с нашими коллегами из компании Моторика, они делают детские протезы рук. Мы сделали вот такую штуку, они попросили заменить электродвигатели на наши искусственные мышцы. Мы подвели каждому пальцу по искусственной мышце, и если греть каким-то образом эти мышцы, неважно, просто там тупо феном, либо подвозя электрический ток, можно заставлять их сокращаться, и таким образом двигаются пальцы по отдельности, либо целиком, в зависимости от того, как вы все это дело греете. Ну и завершающее. Все, что я хотел сказать, это прям совсем такой последний тренд последних, наверное, 5-7 лет, это 4D-печать. Вообще, я очень не люблю название 4D-печать, оно такое, очень такое коммерческое, попахивает 15D-кинотеатрами и прочей лабудой. Но 4D-печать, это что такое? Это 3D-печать, но материалом с памятью формы. И вот, например, взяли, напечатали такую конструкцию, поместили в воду, в теплую воду, и она свернулась в сферу. Можно делать различные конструкции методом 3D-печати, что хотите, главное, используйте полимер или металл с памятью формы. Можно делать вот такие различные цветочки, которые могут быть потом захватами, роботизированными захватами в организме человека, иметь совершенно различную форму после нагрева, как-то сворачиваться. Либо вот есть специальное такое отдельное направление, это оригами в 4D-печати. Можно печатать лист, а потом этот лист заставлять при температуре сворачиваться, ну, например, в какой-нибудь там самолетик. Либо, например, делать контейнеры. Вот сейчас пока контейнеры достаточно крупные, большие, но если, в принципе, методы двухфотонной печати, они позволяют печатать на наноуровне, если делать микроконтейнеры, содержащие какие-нибудь, например, лекарственные вещества, то можно их заставлять разворачиваться в организме человека, выпуская в какой-то нужный определенный момент лекарственные вещества в организм. Ну, пока это только различные разработки, печатаются маленькие вот такие контейнеры, но, в принципе, это такой тренд на будущее. Вот, например, это уже наша штука. Мы напечатали пирамидку из материала с памятью формы. Это как раз полилоктиц, содержащий гидроксиапатит. Помещаем это всё в тёпленькую воду, и пирамидка раскрывается. Вы видите три буковки СКМ, Центр композиционных материалов, открыл как раз я. Где как раз мы и провели эту разработку. Ну, собственно, я хотел ещё минутку потратить на то, чтобы заинтересующихся вот этим всем биоматериаловедением пригласить к нам. Мы в МИСИС открываем вообще первую в стране интегрированную магистрскую программу по биоматериаловедению. И всё, что вы сейчас видели, большинство разработок — это наши собственные разработки. И мы приглашаем, ну, это абитуриенты, это сейчас четвёртый курс бакалавриата здесь есть? Так, отлично, отлично. Мы приглашаем вас поступать к нам на вот эту магистрскую программу. Она заточена чисто под науку. Называется, если что, IPHD Mrs. Roo. Программа, интегрированная PHD-программа по различным направлениям. Это биоимплантаты, это адресная доставка лекарств, это терраностика, биоаналитика, умные материалы, смарт-материал и так далее. И вот по всем этим направлениям, всё, что я сегодня рассказывал, у нас как раз и ведётся набор. Сейчас заходите на сайт IPHD Mrs. Roo. Есть свои ништяки в этой программе. Так как заточена чисто под науку, мы работаем с ведущими университетами и с ведущими университетами мира. Это у нас и Oxford University, это Dortmund University. Они есть в программе. И, соответственно, наши ведущие учёные отправляют потом на стажировку своих студентов в рамках вот этой программы. Причём есть ещё классные ништячки в плане бонусных денег на свою собственную научную работу для тех, кто как раз будет хорошо успевать в этой магистрской программе. И не только. То есть бонусов очень много. Заходите, а если кто заинтересовался, потом спрашивайте и меня тоже. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok